В этом году Театральному институту имени Бориса Щукина исполняется 100 лет. Юбилейные празднования студии начались с поездки во Владикавказ, родина Евгения Вахтангова. Музей театрального искусства представил фотовыставку, посвященную столетию. Как рассказал директор Русского театра Владимир Уваров, сам он тоже выпускник Щукинского училища. Как сказала Людмила Максакова, замечательная актриса театра Вахтангова, она сказала, почему именно Владикавказ? А Владикавказ для нас начало всех начал. Потрясающе, потому что здесь родился Евгений Багратионович Вахтангова. Здесь он делал первые шаги на сцене нашего замечательного русского театра. Я говорю, я в свое время, если немножко, я уже говорил об этом, заканчивая Щукинское училище, никогда не думал, что буду работать в московском, буду работать в академическом театре в русском имени Вахтангова. Никогда не думал, никогда не думал, что окажусь в Осетии, которая стала моим родным городом, потому что я дольше всего здесь живу. Здесь родились дети мои, жена моя. Никогда не думал, что буду руководить театром, на сцене которого будет проходить 100-летие театрального училища имени Щукина. Представляете, какое это волнение. На протяжении многих лет осетины, выпускники Щукинки, пополняют ряды актеров русского и осетинского театров. Отметить 100-летний юбилей они решили праздничным концертом. Перед московскими педагогами со своим этюдом и номерами выступили выпускники и их воспитанники. В Щукинском институте преподают только выпускники Вахтанговской школы. С тех пор, как Евгений Вахтангов зашел к расстроенным студийцам, провалившим свой первый спектакль, и сказал, а теперь давайте учиться, его уроки бережно передают из поколения в поколение. Ну, естественно, мы начинаем празднование с Владикавказа, потому что это не только родина Евгения Вахтанговича Вахтангова, который основал нашу школу, но и потому что это определенная точка на мировой карте, в которой родился и вырос человек, определивший, может быть, самое главное направление в развитии современного театра. Это направление фантастического реализма. Название вуза неоднократно менялось. Мансуровская студия, Московская драматическая студия Вахтангова, третья студия МХАТ. Неизменным оставалось одно. Из стен Щуки всегда выходили талантливые актеры, чьи имена известны по всей стране. Мадина Сханова, Борис Сапоев, Осетия ТВ.